96 конкретных мероприятий запланировано реализовать в ближайшие 5 лет. Наиболее крупные из них строительство спортивного комплекса для людей с ограниченными физическими возможностями, завод по производству цемента и переработке опасных нефтяных отходов. В планах и возведение тепличного комплекса с созданием более 100 рабочих мест. Эти и другие задачи были обсуждены на заседании фракции партии Нур-Отан областного Маслехата. На публичное рассмотрение была представлена дорожная карта с конкретными показателями на каждый год ближайшей пятилетки. Выборы прошли, теперь депутаты приступили к исполнению своих обещаний. Стоит отметить, что предвыборная программа партии Нур-Отан по Актюбинской области была сформирована в результате всестороннего обсуждения с населением. Более 80% предложений жителей были учтены. И сегодня на состоявшемся в областном Маслехате заседании фракции депутаты обсудили и доработали соответствующий документ, разработанный совместно с местными исполнительными органами. В целом в областную, городскую и 12 районные дорожные карты включены 96 мероприятий, определены 70 целевых индикаторов. В ближайшие пять лет будет построен горно-металлургический кабинет, завод по производству цемента и выпуску керамогранита. В Каргалинском районе ветровая электростанция. В Мартугском районе молочно-товарные фермы, порядка 3000 голов крупно-рогатого скота. В городе Актюбе спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями и большая лыжная база. Улучшение экологической ситуации в регионе также является приоритетной задачей. В России, по словам депутатов, ежегодно планируется проводить посадку миллиона деревьев. На острие работы по предотвращению стихийных свалок. Доля переработки отходов будет увеличена на 15%. Кроме того, в текущем году на 480 площадках будут установлены 1443 контейнера для сортировки мусора. Сейчас будет несколько фракций, скажем так, сухая и мокрая. То есть у нас идет пластик, стекло, бумага. Бумага как основной то сырье, которое страдает при смешивании с бытовыми отходами. То есть она намокает, она пачкается и либо смешивается с какими-то жирами, она потом не пригодна к производству переработки. Вот, если будем отделять, допустим, хотя бы баклажки, там, одноразовую посуду в отдельные пакеты, там, у нас есть контейнеры, такие сетки для пластика, можно уже скидывать туда. И отдельно вот будет стекло приниматься. В свою очередь глава региона отметил, что особенностью дорожной карты по реализации предвыборной программы партии Нур-Отана 2021-2025 годы является то, что она полностью охватывает проблемы, волнующие жители как городского, так и сельского населения. Из-за вершения фракции, председатель областного филиала партии, он до сына Розалин призвал депутатов быть открытыми для народа и поддерживать друг друга в реализации общепоставленных задач. В целом, вы как депутаты фракции, в моем понимании, должны проявлять и активность, и при обсуждении, и при внесении предложений, но после того, когда принято решение, убедительная просьба уже друг друга поддерживать. То есть, вот здесь полная возможность вам высказать свои предложения, пожелания, возражения, споры. После того, когда решение принимается, тут уже убедительная просьба и комментировать, и поддерживать друг друга в одном направлении. Ульдана Кален, Кызам, Анжолат Магомбетов, телеканала Хубя.